МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Почему постояльцы оставляли двери в номерах открытыми? Машину видела, но остановиться не смогла. Я встроилась направо, вижу, что он стоит, торможу, мне машину тормозить, я въехала. Мазда протаранила джип. И сгорел в огне в своем доме. Сюда невозможно зайти. Я говорю, может быть, баню. Крупный пожар в Нижнекамском районе. Это не только прямо сейчас. Протаранила сзади стоящий автомобиль. Автоледи, управлявшая Маздой третьей модели, въехала в джип, который в тот момент стоял с включенными аварийными сигналами прямо на проезжей части на улице комиссара Габишева. По версии водителя внедорожника, на легковышке были установлены на колесах летние шины, и именно поэтому она не успела избежать столкновения. Знарка Малова продолжит. Молодой человек признается, что перед тем, как сесть за руль, у него было нехорошее предчувствие. Думал даже ехать на такси, но потом отогнал от себя мрачные мысли. Но предчувствие не подвело. Он рассказал, ехал домой с улицы Кулгали, направлялся на Академика Завойского. Но когда проезжал по улице Габишева, машина сломалась. Остановился, включил аварийные сигналы. Но не прошло и пары минут, как он почувствовал удар сзади. Его машину протаранила автоледи на МАЗе третьей модели. Девушка, как сама призналась, увидела стоящий автомобиль, но не успела остановиться, потому что на ее автомобиле установлены летние шины. Я просто перестроилась направо, вижу, что он стоит, торможу, меня машина не тормозит, я въехала. Сама же автоледи, казалось бы, признала свою вину. Говорит, мол, да, я не успела остановиться, и поэтому произошел удар. А вот подоспевший на место происшествия ее друг другого мнения. Он считает, что вина лежит на обоих участниках, ведь на этом месте не то, что стоянка, даже остановка запрещена. Водители остались дожидаться сотрудников автоинспекции, которым и предстоит установить степень вины участников происшествия. Динар Камалова, Нафиса Минязова, Константин Бушуев, вызов 112. Три пенсионера попали под колеса автомобилей в Нижнекамске. Водитель Лады совершил наезд на пожилую пару. Люди переходили дорогу в неположенном месте. Практически аналогичная ситуация, только с гораздо более тяжелыми последствиями, произошла днем позже. Подробнее расскажет Алина Бережная. Ехал по проезжей части, она резко выбежала на дорогу. Андрей приехал в Нижнекамск по работе из Рыбной Слободы, но планы резко поменяла внезапно выбежавшая на дорогу пенсионерка. Я затормозил, пытался тормозить, машина скользила, я левее от нее взял, но все равно нам успел затормозить. Она упала, ну шип ее, потом скорую вызвали. ДТП произошло напротив Дома народного творчества на пешеходном переходе. По словам водителя, 65-летняя женщина не убедилась в безопасности движения и буквально выпрыгнула на дорогу, не посмотрев по сторонам. Это подтверждают и очевидцы аварии. Бабушка получила сильнейшую черепно-мозговую травму. Сейчас она находится в больнице. Ее состояние оценивается как крайне тяжелое и нестабильное. Еще один наезд произошел на проспекте Шинников. Молодой водитель Лады сбил двух пенсионеров. Они переходили проезжую часть в неположенном месте. В зоне видимости находился пешеходный переход, однако они, в нарушении правил дорожного движения, переходили дорогу в неположенном месте. В результате наезда оба пешехода получили интересные повреждения. Но, скорее всего, не только невнимательность людей стали причинами этой аварии. Немалую роль, вероятно, сыграла и состояние дороги. Она сильно разбитая и даже не освещена. Алина Бережная, Эльвира Софиульна, Фахри Исламов, Рафаэль Ракипов. Вызов 112. Грузовик МАН сбил 50-летнюю женщину сегодня днем на улице Даурская в Казани. По предварительной версии, пострадавшая переходила дорогу в неположенном месте, когда ее сбила многотонным машином. В результате ДТП женщину госпитализировали в республиканскую клиническую больницу. У нее подозрение на закрытый перелом бедра. Жертв насильника, разгуливавшего по гостинице в Казани в ноябре минувшего года, могло быть и больше. Сегодня на заседание пришли свидетели, которым мужчина заходил в номер, но, испугавшись, поспешил покинуть комнату. Напомним, 36-летнего Алмаза Нуреева обвиняют в изнасиловании женщины и насильственных действиях в отношении двух несовершеннолетних девочек. Почему двери в номера были открыты, Ариат Назипов спросил у людей, живших тогда в гостинице. Нас часто бывает, путают комнаты. Мы думали, просто какое-то железо, что просто, ну, может, выпишет. Даже попутал. Эта женщина, так же, как ее соседки по этажу, могла стать жертвой насильника. В ту ночь с 4 на 5 ноября минувшего года она была в гостинице. Рассказала, что около двух часов ночи к ним зашел мужчина. В этот момент они с семьей спали и проснулись лишь от загоревшейся лампочки. Глаза открыли, глянули, стоят. Ну, что надо? Он что-то буркнул. Ну, таких нету. И пошел. Только утром узнали, что он также зашел еще в несколько номеров. В отношении двух девочек совершил насильственные действия сексуального характера. Еще одну женщину изнасиловал. Двери в номера всех потерпевших были открыты. В комнатах было душно, и это был способ проветрить помещение. Впрочем, и открыть замки, говорит, труда не составило бы. Двери, как у нас выходили, закрывали. Ну, у нас там код, он простой, там нажми, любые кнопки, они открылись. Тем более, в последний раз двери выходили на балкон, мужчины курить. Они закрывали двери. То у нас не работал замок, потом мы его сделали. Мы закрываем, потому что у нас и вещи там, и дети бегают. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по двум статьям. Кроме того, к дисциплинарной ответственности привлечены сотрудники гостиницы. Сегодня судебное свидание отложили до 9 апреля. Не все свидетели явились на процесс. Айрат Назип, Азат Самигулин, вызов 112. Хотел убить свою жену на почве ревности. В чистополе нетрезвый 54-летний мужчина подстрелил из ружья 51-летнюю супругу. Как установили следователям, во время семейной ссоры подозреваемый достал из сейфа оружия и выстрелил жене в живот. Получив сквозное ранение, женщина потеряла сознание, а предполагаемый злоумышленник ушел в другую комнату. Сын пары, ставший свидетелем преступления, вызвал на место экстренные службы. К их приезду пострадавшая пришла в себя и смогла выползти на веранду дома. Сейчас она госпитализирована, а ее супруг отрицает свою вину. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». На данный момент мужчина находится под стражей. На стройке в Казани погиб 52-летний рабочий. Мужчина сорвался с высоты пятого этажа строящегося здания по улице братьев Баталовых. По предварительным данным, мужчину пригласил работать на стройку его знакомой. При этом его не оформили официально. Во время строительно-монтажных работ мужчина сорвался с высоты. Он получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. В ходе расследования следователи выяснили, что место проведения работ не имело защитного заграждения. По данному факту следственным органам следственного комитета Российской Федерации по Республике Торстан возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований безопасности при введении строительных работ». В настоящее время на предприятиях, занятых в возведении объекта, проведены обыски и изъяты необходимой документацией. Житель Высокогорского района захлебнулся в выгребной яме. Трагедия произошла в деревне Альдермыш. По предварительным данным, 61-летний мужчина, страдавший эпилепсией, занимался чисткой выгребной ямы, изготовленной из вкопанных в землю автопокрышек. В какой-то момент он упал и застрял на глубине трех метров. Самостоятельно выбраться из ловушки мужчина не смог. Жена поспешила мужу на помощь, однако к этому моменту он был уже мертв. Она попыталась достать его тело вместе с соседями, но в результате им пришлось вызывать сотрудников экстерных служб. В настоящее время тело направлено на экспертизу. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. 52-летний мужчина погиб в результате пожара в Нижнекамске. Трагедия произошла в поселке Ключ Труда. Возгорание произошло вечером, когда хозяин дома лег спать. Пожар был настолько сильным, что за считанные минуты уничтожил все постройки на участке. Подробности у Лины Зинатулиной. Мощный очаг заметили соседи в районе 9 часов вечера. Они вышли во двор и увидели зарево. Горела крыша бани, сарай, а потом уже и веранда. По предварительным данным, возгорание произошло вечером, когда хозяин дома лег спать. В поселок он приехал на выходные. Попались, оказывается, вышел из бани, даже говорят. Вроде бы так. Из бани вышел, значит, все. Огонь, раздуваемый ветром, быстро охватил дом и перекинулся на соседние строения. Всего пламя охватила площадь в 54 квадратных метра. Благодаря оперативной работе спасатели не допустили перекидывания огня на соседние дома. Из всего, что уцелела, лишь машина хозяина. О состоянии мужчины соседи не знали и до последнего надеялись, что он живой. Сюда невозможно зайти. Я говорю, может быть, бани он. Я пришел дома. В ходе проведенных проверочных мероприятий были взяты, соответственно, вещественные догазательства. Это и электрооборудование, соответственно, изымался и грунт, и изымались соответствующие другие материалы. Да именно для определения причины пожара. Сейчас сотрудники МЧС рассматривают несколько версий причины возгорания. Окончательное станет ясна после завершения расследования. Лина Зинатольевна, Регина Сулейманова, Фахри Исламов, Вызов 112. И это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильной 8 98 69 112 112. Это можно сделать и в нашей группе ВКонтакте. Туда можно присылать и снятое вами видео. В студии была Эдар Гумеров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.